То есть, в принципе, у каждого языка есть свои особенности. Но при этом и в арабском языке, так как мы знаем много сейчас современных диалектов, и достаточно много, и тоже у каждого диалекта есть свои особенности. Кто-то экает, но нас интересует именно, так как мы говорим про алиф-мельмеддие, и про фатху, то есть нас интересует вот эта идеальная эталонная фатха и алиф, которая нам нужна при чтении Курана. И эта эталонная, так скажем, алиф, она у нас при чтении не требует широкого раскрытия огромного рта. То есть оно должно быть умеренно при открытии рта. У нас открытие спокойное, ненапряженное, плюс небольшое. Почему мы так не делаем? Потому что, как мы видим, даже на основе других каких-то языков, вот это открытие может изменять звук, а нам звук нужен один стандартный. И алиф в основе, она не твердая, не мягкая. То есть у нас язык или форма языка подразумевает полное расслабление, полное расслабление языка. То есть он в спокойном состоянии, вот если бы в спокойном состоянии, то только здесь еще такой важный момент, интересный очень, потому что мы говорим спокойно, но как бы вот в основе этого знания у арабок, как брала, да. И вот он говорит там спокойное состояние в спокойном состоянии. И как-то такой вот интересный оказывается, несмотря на то, что мы говорим в спокойном состоянии, но носителем разных языков спокойное состояние у них может отличаться. То есть кто-то в спокойном состоянии, например, в кончик языка, вы расслабьтесь и посмотрите, да, например, там может подтягивать назад, как, например, там английский, он хочет назад туда его, ну не совсем туда, а он как бы чуть-чуть приподнятый некий этот кончик, так как будто наполовину хочет вот это сказать. У кого-то горбиком стоит, у кого-то этот очень вперед загнутый вниз как бы. То есть по сути здесь еще тоже момент такой, что вот это спокойное состояние, оно зависит от того, от вашего состояния, как бы обычного, в котором комфортно, когда расслабленный получается язык. И мы, даже если возьму человека по телу, то есть у тела, когда отдыхают, кто-то лежит ровно, и вот для него это спокойно, ему так удобно, комфортно, и вот он расслабляется полно. Кто-то лежит в таком крючке, что думаешь, как там расслабиться, кто-то там такую позу эмбриона берет, кто-то еще какой-то, да, то есть есть какие-то свои особенности, поэтому тоже мы видим языки разные, могут по-разному отдыхать и в спокойном состоянии. Если мы в этом спокойном состоянии даже просто расслабимся, но дадим какую-то форму, да, то есть я, например, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ то нам нужно, как бы сказать, принять позицию, исходную позицию, соответствующую тому спокойному состоянию, которое даст нам правильное алиф. То есть это спокойное состояние еще должно соответствовать тому требуемому, так скажем. То есть как бы отдыхай, но вот в этой позе. И, соответственно, нужно научить язык тоже приобретать эту позу спокойствия, соответствующую той буквы, которой нам нужно. А это просто, когда язык по всему своему, ну так сказать, по всей своей длине, по всей вообще, где только можно, и в частности ориентируемся, обращая внимание на вот эту заднюю часть языка, которую мы видим. Потому что часто там проблема бывает, зажимы, или вот сильно жмете и так расплющиваете, то есть как бы твердый язык встает. И переходя вот по всей, по всей длине вперед, да, везде у нас должен он расслабиться и находится полностью внизу. То есть весь язык полностью расслаблен, когда мы произносим, там мы произносим алиф, да, или когда мы произносим алиф и меди. Вот. При этом, да, язык, он не является, мы говорим про то, что махар джов, да, это полость. Так, при чем же здесь язык? А язык при том, что, ну как бы это основная подвижная, как бы, основной подвижный орган у нас в принципе в речи, да. И даже буквы, когда мы с вами будем там разбирать, даже горловые там буквы, и уже, и только джов мы начинаем, все равно язык, он играет как бы ключевую роль в формировании букв. Даже если он не является их махар джам, все равно, ну как бы условно, он не является махар джам, но почти везде он все равно задействован. То есть или мышцы, потому что язык, он как бы, так сказать, зафиксированный, корень, да, идет на челюсть, а движение челюсти, соответственно, ну как-то и влияет на движение языка, да, потому что мышцы, они все взаимосвязаны, и в частности вот так же влияют. Поэтому если есть сильные зажимы, например, там, горли, челюсти, конечно, это передается на язык, и это может влиять вот, ну, на разные буквы, ну и в частности на алиф, потому что она как бы не требует особого вообще напряжения, да, то есть вот в этих органах там рта и горла. И любое напряжение, оно может искажать ее, да, то есть тут не нужно напрягаться, а напрягаетесь. И получается, искажается этот звук, что, конечно, вам не нужно. То есть мы язык спокойно опускаем, да, вниз, он у нас расслаблен в состоянии находится. Никаких, там, дополнительных за зубами, лежит внизу, да, то есть кончик языка тоже обращаем внимание, чтобы он вас никуда не подпрыгивал, никуда там не зажимался, да, то есть вроде бы там сзади расслабились. Это, в принципе, а, еще на губы обращаем внимание, да, обращаем также особое внимание на губы, потому что губы, они продолжают, да, и заканчивают вот этот последний путь выхода буквы. И если, что часто происходит с буквами твердыми, да, если вы начинаете, ну вот, Алик, да, у нас вот этот медиа, то есть язык, смотрите, в спокойном состоянии, да, то есть вам там, пускай не смещать вот эти вот, знаете, потому что язык – это, по сути, мышца, да, поэтому он здесь вот прикреплен, смотрите, везде челюсти, да, это вот тоже с медбертаником связано, поэтому, как бы вы ни хотели, оно все равно вот как-то взаимодействует, да, но смысл в том, что он присоединяется, и, соответственно, если вы напряжены здесь, да, вот здесь вы напрягаетесь, эту челюсть, то вам можете заметить, как вот эта губа как будто вот начинает каменеть, да, вот это, чему говорит там, Оля, О, потому что вам трудно произнести О, вы начинаете вот напрягать, ну, как бы, челюсть, да, не О, О, и начинает вот эта губа автоматически, оно взаимодействует тоже, начинает каменеть чуть-чуть, и не такая эластичная, гибкая, да, начинает, а когда вот что-то сжимается, да, то есть оно сжимается чуть-чуть, как будто, так как губы имеют, ну, круглую такую форму, да, то есть он идет по кругу, если вы просто даже без, вот, просто скажете вам, сожмите, так напрягите губы, да, то они начинают округляться, и даже если у вас, пускай верхняя губа расслаблена, они нижние, ни ноги, вот это на проглазе, вот тут вот, то дает звук, ну, в той или иной мере, похожий на какой-то О, да, поэтому расслабляем, и не только, а, губы у меня расслабляют, ну, как бы, губы, губы я вроде не сжимаю, да, он может сказаться, но вот от этого дает, знаете, мини-ка любая, ну, и сам язык может давать форму, так как вы напрягаетесь, язык скручивается, да, то есть он уже не такой вот свободный, не просто ложится, он напряженный, соответственно, когда напрягается, он как будто немножко скручивается в такую трубочку, уже звук тоже выходит, тут еще и губы помогают, похожий на О, да, поэтому стараемся максимальное расслабление здесь давать, чтобы он не получался, это с Алиф-Алиф-Алифио. Субтитры создавал DimaTorzok